Там на виниловых дорожках Авторская программа Владимира Маркова Перезагрузка Здравствуйте, с вами Владимир Марков Сегодня мы в очередной раз встречаемся с Романом Шатерниковым Коллекционером граммпластинок, музыкантом группы Наречия Тема нашего разговора – народные песни в исполнении советских вокально-инструментальных ансамблей Добрый день, я вот принес сегодня пять пластинок Это «Вия Ариэль», «Аризонт», «Песниры», моя любимая группа «Бериндеи» И запись с джазового фестиваля «Джаз-78» Композиция ансамбля «Арсенал» И начнем с «Ариэль» Песня «Я на камушке сижу» Корну, как дырну, и все колышки тешу Ой-ли-ой-лю-ли, я все колышки тешу Я все колышки тешу Изгород гаражу Ой-ли-ой-лю-ли, изгород гаражу Изгород гаражу Мне интересно, откуда ты эту пластинку взял И почему такая скромная обложка? Наверняка в оригинальном издании обложка более яркая Это, скажем, такой более бюджетный вариант А пластинку купил целенаправленно Поскольку все мы хорошо знаем хит группы Ариэль Порошка паранья И вот у вас заставка на телевидении На мере Белогорья И как-то заинтересовался, что они еще играли И вот у них дискография очень большая Часто советские ВИА это 3-4 альбома У них до 2014-го там десяток или больше Такие они продуктивные Это вот один из ранних альбомов 77-й год, русские картинки Это, кажется, третий или четвертый, третий альбом Третий альбом, было оригинальное оформление Там они стоят, по-моему, на фоне церкви Что касается Ариэля, это, наверное, из советских групп Коллектив, который мог бы конкурировать и конкурировал с песнярами По профессионализму И именно в прочтении русских народных песен И мне кажется, что вот даже Ариэль посмелее Относился к материалу, чем песняры Это мое оценочное суждение Наверняка, если нас слушают фольклористы То они ругаются и чертыхаются Потому что это очень свободная интерпретация народного материала Многим, наверное, это не по душе пришлось бы Звучит, во всяком случае, интересно Скажи мне, а как-нибудь это находит отражение в сетах диджейских? Могу точно сказать, как минимум два человека в Белгороде В сетах это используют И какие они используют в композиции? А вот как раз эту Она вот в нескольких вариантах есть Помимо группы Ариэль, ее также играет ансамбль диско Мне вот эта версия больше нравится Но я бы, честно говоря, наверное, выбрал бы «Отставала лебедушка» Это уже не песня, эпическое произведение Ну и «Аленушка» мне здесь нравится, если честно «Аленушка», кстати, это музыка и слова Ростислава Гепа Участника группы Ариэль Но, как ни странно, она вполне себе и вписалась в эту пластинку Да и, кстати, «Скоморошину» написал Ярушин И «Народное гуляние» тоже написал Ярушин Так что это не вполне даже диск с аранжировками народных песен То есть половина народных песен А другая половина – это произведение в духе народных песен Самих участников группы Ариэль Ну, они так умело занимались стилизацией Их последующий альбом, довольно известный на острове Буяне Это такая целая сказка Там сюжет, всякие сказочные образы Лукоморья и так далее То есть у них такая очень красивая стилизация под русскость У них, кстати, были и крупные формы Например, рук опера Емельян Пугачев Где они выступали не только как музыканты Но и как драматические артисты Так что это, конечно, интересный коллектив И мне очень ждали, что в свое время он раскололся Надвое И уже не стало ни того Ариэля Ярушин, в общем-то, не продолжил свою работу В плане аранжировок народных песен Он пошел по эстрадной чисто У него стала группа Иванович, потом Новый Ариэль И сейчас, по-моему, Новый Ариэль он называется Любопытно, что в этой эпизоде Мы слышали действительно грандиозное окончание Помпезное Которое, скорее, приличествует действительно рок-группе Но я открою маленький секрет Когда я беседовал с Валерием Ярушиным Он мне рассказал, что у них бывали отчетные концерты В их родном городе Челябинске И вот для одного такого концерта Для своей публики они подготовили Таркус Эмерсон Лэг энд Палмер То есть Валерий Ярушин целиком и полностью снял Эту пластинку, переложил для своего ансамбля Ариэль И они ее сыграли Потом, говорит, эти ноты у него кто-то украл Так что чувствуется, что у Ариэль действительно есть Большой багаж исполнения песен маститых рок-групп Так что неудивительно появление таких фрагментов мощных Вот вы говорили по поводу конкуренции с песнирами Я бы вот еще назвал ансамбль Аризонт Который на мой вкус не только конкурирует Но даже в чем-то превосходит Это ансамбли изначально молдавские Они были артистами молдавской государственной филармонии В городе Кишинев В последующем они переехали в Ставрополье И там с этим переездом небольшой скандал связан Якобы молдавская филармония была сильно против Но за них заступились ЦК КПСС И вот что касается Аризонта Они не обделены ни вниманием, ни славой Участники, наверное, всех фестивалей По всему СССР и за рубежью Но не так много альбомов у них Если у Ариэля альбомов много То, видимо, эти много гастролировали Ну, некогда было альбомы записывать Их там три или четыре Слушать будем первый альбом Который так и называется Аризонт Композиция «Умельницы» Музыка и слова народные Композиция «Умельницы» «Умельницы» Музыка и слова народные «Иами��ныхcl Умельцы» Музыка и музыка Я хочу сказать про группу «Аризонт». Это действительно высококлассные музыканты, это сразу чувствуется. И здесь, если у «Ариэль» все-таки ближе к фолк-рок, то здесь, наверное, джаз-фолк-рок, потому что здесь чувствуется джазовое влияние, сильная медная группа, такая мощная. Потом у них вообще, я так понимаю, состав вокалистов был большой. И вообще это коллектив, если я правильно понимаю, большой состав. 14 человек. Это по существу дела вокально-инструментальный оркестр, даже можно сказать. Их сложный язык, к сожалению, не позволил им стать уж очень популярными в Советском Союзе. У них очень сложные аранжировки. И сложный бас, барабаны такие прихотливые, дудки интересные, вокальная аранжировка сложная. Если мы будем сравнивать с какой-нибудь любой популярной песней 78-го года, той же самой парой, мы заметим, что в основном популярные песни были основаны на каком-нибудь ярком одном вокалисте, либо небольшом коллективе, квартет «Аккорд», скажем, где мелодия была довольно простая и броская, ну и аранжировка как бы попроще, чтобы эту песню можно было спеть, сидя за столом, в компании, под гитару и так далее. Вот такую песню, как мы послушали, с кондачика вообще не сыграешь. Если верить воспоминаниям их современников, то все концерты с аншлагами проходили. Пишут, что прям такая эйфория, полные залы, люди из-за кулис смотрели, как они играют. И, в общем-то, с ними часто выступали зарубежные артисты. И очень красивые у них были сценические костюмы, которые сшил Вячеслав Зайцев. Так что они были модные и по звуку, и по костюмам, да и вообще. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжаем слушать народные песни в советской обработке. Что слушаем в этот раз? Инструментальный ансамбль Бериндеи и вокальный квартет «Петрушка». Это уже не народная музыка, это уже авторские композиции, но стилизованные. И мне кажется, очень удачная композиция «Петрушечка». Без кладушки, не ладушки колокольчик и завелся. Тройка с кладушки колокольчик, четыре колеса. Паса тянем четвером, тут и молния, и гром, пять кладочков каждый день. Ай, дерпи, 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 петрушечка. Три подружки у Петрушки, каждая девица краса. Вот этой пластинки у меня не было, и для меня это открытие. Любопытно, что, кстати, она выпущена в воноварианте, как ни странно. Ну, вот не странно, это 71-й год, еще и те, и те варианты. Это 71-й год? Да, 71-й. Ну, для 71-го года это круто. Если честно, мне это не близко, но как можно отрицать работу классных музыкантов? И вот, кстати, что интересно, многие музыканты, в том числе и рок-музыканты, брали одни и те же песни русские народные для аранжировки. Вот, допустим, ты знаешь такого Чеслав Немин? Слышал. Это польский музыкант. Он родился в Белоруссии, потом переехал в Польшу, и он был настолько матерый, что его в свое время, когда услышали, приглашали в свой состав Blood, Sweat & Tears, группа популярная, супергруппа. Но он не согласился, он был самодостаточным музыкантом. Ну, скажем, он был одним из десяти обладателей синтезатора Синти-100. То есть их вообще десять штук всего выпустили. Здесь как раз есть аранжировка, однозвучно гремит колокольчик, и он по-своему поджаз-роковым успел. Так что в русской народной музыке есть какие-то мелодии, которые прям-таки цепляют вот всех подряд. Это не может не радовать, потому что это значит, что, наверное, они такие вечные. Вот это единственная, кстати, пластинка группы Бериндеи. Во всяком случае, других я не находил. И пластинка скромно называется «Концертная программа». «Концертная программа» «Концертная программа» Что мне больше всего нравится в подобных пластинках, это читать полностью название. Потому что полностью она звучит как вокальный квартет под руководством Марка Леонтовича Петрушка и инструментальный ансамбль под руководством Игоря Петренко Бериндеи. То есть пока все прочитаешь, то уже... Так, и если вот эта песня Бериндеев была такая около джазовая, уже подбираемся мы к такому, к настоящему джазу. И вот следующая пластинка «Джаз-рок ансамбль «Арсенал» под управлением Алексея Козлова. Композиция на тему русской народной песни «Как при вечере». Это уже прям такой настоящий джаз, без всяких поправок. И это пластинка по страницам 6-го московского фестиваля советской джазовой музыки «Джаз-78». В этом году вышли 4 пластинки с этого фестиваля. Все очень интересные. Я думаю, в дальнейшем мы всех коснемся так или иначе. КОНЕЦ 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 Арсенал был в свое время, да и сейчас, наверное, по-моему, он существует, очень авторитетным коллективом. Когда начали проводиться всякие опросы среди экспертов и среди любителей рок-музыки, джаз-рока и джазовой музыки, многие из участников этого ансамбля фигурировали в этих почетных списках лучший бас-гитарист, лучший гитарист, лучший барабанщик, лучший саксофонист и так далее и тому подобное. Но если мы здесь слышали исключительно инструментальную композицию, но у них были еще и солисты, и они первыми исполнили на, по-моему, английском языке такие, рок-оперу «Джаз-эскрайз» «Суперста». Так что это ансамбль крайне разноплановый. И сама личность Алексея Козлова – это феномен, который нам предстоит еще, я думаю, оценить по достоинству, потому что вот здесь мы слышим джаз-рок, а есть и больше джазу, а есть и фанк. А в одно время они вообще делали такой синтез, где они еще и брейкдэнс применяли. И наряду с тем, что они играли, они танцевали еще и брейкдэнс. Это просто удивительно. Но сейчас он какую-то экспериментальную музыку делает, больше, насколько я знаю. Ну, по счастью, вполне себе он сейчас бодрый, на телевидении иногда появляется. Каждый из нас может съездить в Москву, в джазовый клуб, собственно, Козлова, и лично с ним пообщаться, сходить на наступление. Ансамбль «Арсенал» – недостатка, нет информации. Ну, если мы подведем итог, можно сказать, что действительно у нас было много профессиональных классных музыкантов, и записи были в советскую эпоху. Зачастую эти записи просто опережали сознание публики, потому что такая музыка, как музыка ансамбля «Арсенал», она для подготовленного слушателя. Да, она и сейчас для подготовленного, скажем так, откровенно. Поэтому, слава богу, что музыка эта не пропадает, что ее слушают, может быть, не столь много народу, но вот нашу передачу послушают, и может кто-нибудь заинтересуется, и поставит пластинку, и найдет в интернете записи «Арсенал», песняров «Хоризонта» и «Бериндеев» что-то для себя откроет. Обязательно. Итак, дорогие друзья, сегодня мы познакомились с народными песнями в исполнении советских вокально-инструментальных ансамблей. В следующей программе мы услышим интерпретации западных хитов в исполнении советских ВИА. До свидания, будьте здоровы и счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА